Для профилактики семейного неблагополучия сотрудники полиции сейчас проводят операцию подросток. В ходе нее особое внимание уделяется пресечению фактов бродяжничества среди детей, нахождению подростка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проверяют парки, дискотеки, кафе и компьютерные клубы. Особое внимание уделяется подросткам, состоящим на специальных профилактических учетах. Один из таких рейдов. Недавно проведен в Майкопе. На ночных улицах полицейскими и представителями комиссии выявлено четверо подростков без сопровождения взрослых. За данное правонарушение родители привлечены к административной ответственности. 22 часа 20 минут мне позвонили, сообщили, что мой сын находится в общественном месте. Организаторы рейдов убеждены, что отсутствие контроля со стороны взрослых за поведением несовершеннолетних в ночное время является одной из основных причин совершения ими или в отношении них противоправных деяний. Представители общественного объединения, московская группа, содействие в выполнению хельсинских соглашений, члены общественного совета при МВД в рамках кампании гражданин и полиция посетили отделы внутренних дел Майкопа и Майкопского района. Проверены подразделения, предоставляющие госуслуги и наряды ДПС. Материал Сергея Елизарова. Акцент на эти службы был сделан не случайно. Именно их сотрудники в своей ежедневной работе непосредственно взаимодействуют с гражданами. От качества и оперативности деятельности данных подразделений во многом зависит мнение людей о полиции в целом. Мы с вами работаем, а там очень часто бывает на работе даже для рабочих людей. Итоги проверки были подведены с участием в РИО министра Александра Медведева и председателя общественного совета Рашида Хунагова. На мероприятие также были приглашены руководители проверенных подразделений и члены общественного совета при ведомстве. Для полиции очень важен взгляд людей, что называется, со стороны, в чем настоящие специалисты в данном вопросе. Недочеты, которые были выявлены в ходе проверок, безусловно, будут самым тщательным образом изучены и в кратчайшие сроки устранены. «Общественный совет очень близко стоит к этим проблемам. И в наших планах, в наших действиях это направление является одним из актуальных». Руководитель группы, координатор компании «Гражданин и полиция» в СКФО и ЮФО Заря Атагбаева познакомила участников совещания с результатами проверки. «Мы не ожидали такого радушного приема и такого понимания, буквально с первой минуты достигнутого». Заря Атагбаева также отметила открытость для общения руководителей всех уровней ведомства. Была озвучена и положительная оценка результатов деятельности министерства, данная жителями республики в ходе опросов. В завершении встречи Александр Медведев заверил участников группы в том, что результаты проверки будут самым тщательным образом изучены и будут приняты меры. Он также поблагодарил членов комиссии за полезные рекомендации, объективный и конструктивный подход. Сергей Лизаров, Андрей Абакумов, Вячеслав Коробков. Программа «Вести». Дежурная часть. В сессии полиции Майкопа завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено осенью прошлого года. Связано оно с фактом вымогательства совершенного группой лиц с целями получения имущества в особо крупном размере. Фигуранты – четверо жителей Адыгеи. Поводом к возбуждению дела послужило заявление потерпевшего. Затем сотрудники уголовного розыска МВД установили, что вымогательством занимается организованная группа. Пострадали местные жители, имеющие недвижимость стоимостью от 1 миллиона рублей. Следователи выяснили, что злоумышленники вывозили потерпевших лес на окраину Майкопа. Путем уссценировки убийства одного из своих подельников они запугивали людей и требовали переоформить право собственности на недвижимость. Сейчас установлена причастность задержанных лиц к 9 эпизодам противоправной деятельности. Это мошенничество и вымогательство. Общая стоимость объектов посягательства составила более 30 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения Майкопский городской суд.